Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Школу как на праздник. Цветочные магазины готовы принимать покупателей. Светлые оттенки очень популярны. Белые, розовые, кофейные цвета. Они бывают очень красивые. Их очень много. Какой букет подарить учителю? От любви до ненависти стали известны обстоятельства жестокого убийства. Испугавшись, он принял меры к устранению следов преступления. А после обратился к соседям, чтобы они вызвали скорую. Алкогольное безумие или аморальный поступок? Делать добро легко. Сотрудники прокуратуры присоединились к республиканской благотворительной акции. Мы благодарны, конечно, за подарки, потому что рюкзаки – это такая вещь, которая, как показывает практика, пригодится всегда. Кто может рассчитывать на финансовую поддержку? А также перспективное сотрудничество, благоприятные прогнозы и плодотворная работа. Во всех регионах страны завершен сейф Азимова РАПСа. На чем сейчас трудится хозяйство? Время поднимать сотрудничество на новый уровень. Президент провел встречу с губернатором Тамбовской области. Товарооборот Белоруссии и этого российского региона достиг почти 180 миллионов долларов. Специализация местности – машиностроение. Одно из первых и самых перспективных направлений – создание кооперационных площадок и поставки грузовой, коммунальной и сельхозтехники. Российская делегация уже побывала на МАЗе и МТЗ как потенциальных партнерских предприятиях. Белорусы открыты к любым проектам, подчеркнул Александр Лукашенко. Но нужно работать быстрее. Мне докладывают, что есть некоторое торможение в вопросах сотрудничества с сферостроительством. Эта тема важна для населения, поскольку напрямую влияет на качество жизни людей. Если вы нуждаетесь в профессиональной поддержке наших строителей, то вы можете на нас рассчитывать. Мы готовы также к активизации совместной работы по вашему проекту «Чистая вода» с применением современных технологий и оборудования для водоочистки, водоотведения. Я обозначил лишь некоторые основные направления сотрудничества, далеко не полные перечни вопросов, которые могут быть интересны для Тамбовской области и для Беларуси. Занимаясь экономикой, нам следует не забывать и о студенческих школьных обменах, здравоохранении, науке, образовании, культуре, туризме. Это то, что называется гуманитарной сферой. Беларусь готова помогать и в агропроме. Строить в регионе хранилища для зерна, овощей, поставлять оборудование для фермы, делиться опытом в селекции и племенном деле. Тамбовская область готова предложить нам свои наработки для совместных проектов в сфере производства беспилотной авиации для аграриев. Алкогольная лихорадка. Завершено расследование уголовного дела об убийстве. 24 мая в Шкловском районе между нетрезвыми сожителями вспыхнула ссора, после которой 61-летняя женщина вышла во двор и направилась в баню, где и продолжала ругаться. В это время пьяный мужчина зашел в хозпостройку, схватил пластиковую бутылку с легко воспламеняющейся жидкостью, выплеснул ее на возлюбленную, а затем поджег. Испугавшись, он принял меры к устранению следов преступления, а после обратился к соседям, чтобы они вызвали скорую. Прибывшим медикам он пояснил, что женщина занималась палом хозяйственного мусора и на ней загорелась одежда. Пострадавшая поступила в больницу с более чем 40% ожогов тела. Через несколько дней от серьезных травм скончалась. Мужчина заключен под стражу. Временные перебои, финальная жара и гостеприимная осенеока. Беларусь с начала года посетили свыше 300 тысяч иностранцев, что привлекает гостей. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Рост ВВП Беларуси в 2024 прогнозируется на уровне 3,8%. Также увеличатся расходы на уличную и дорожную сети строительства. В планах возвести 4 миллиона 800 тысяч квадратных метров жилья. Сохранится поддержка молодых семей и многодетных родителей. На развитие инфраструктуры в регионах направят 7,5 миллиардов рублей. Во всех регионах страны закончили теребление льна и сев озимого рапса на зерно. Вес республиканского каравая почти 7 тысяч тонн. В хозяйствах идут работы по уборке крупяных культур и картофеля. Урожайность второго хлеба около 369 центнеров с гектара. Беларусь возглавляет рейтинг наиболее популярных стран СНГ у российских туристов. На первом месте у путешественников запросы на короткие поездки, такие как сити-туры. На втором – санаторный отдых, на третьем – экскурсии. К слову, с начала года нашу республику по безвизу посетили более 300 тысяч иностранцев. В Беларуси 2 и 4 сентября с 12 ночи до 6 утра могут не работать банковские карточки. В этот период времени возможны перебои в обслуживании в банкоматах, магазинах и других организациях торговли. Причина в проведении технологических работ на аппаратно-программном комплексе в банковском процессинговом центре. На 30 августа в стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Синоптики прогнозируют до 33 градусов тепла. Ночью на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Днем местами ожидаются ливни, возможен град. Ветер юго-восточный – 3,8 метров в секунду с порывами до 20. В Беларуси появится противовирусная вакцина собственного производства. В октябре ее опробуют на добровольцах. Необходимость в отечественном препарате возникла во время пандемии коронавируса. Платформу для создания лекарства «Белвид Унифарм» отработала на COVID-19. Это защита от гепатита, гриппа, оспы и списка других болезней, которые сейчас проходят дополнительные апробации. Есть перспективное предложение о выпуске противоопухолевых препаратов для лечения заболеваний крови. На базе предприятия планируется создать биотехнологический кластер. До 1 сентября рукой подать. Цветочные магазины готовы принимать покупателей. «Классика», «Красные розы» и «Белые хризантемы». В этом году флористы делают ставку на объем. Пышная форма букетом придают крупнолистные гортензии. Что нужно учитывать при выборе? Далее. Райский уголок. В этом магазине на социалистической к 1 сентября закупили более 3000 цветов. Гортензии, хризантемы, альстромерии. Прибыли сюда прямиком из Эквадора. Кустовые розы из Кении. Средняя цена букета – 35 рублей. Каждому клиенту свой букет. Вы к нам говорите, какой вам интересен бюджет, и мы под этот бюджет вам подстроим букет. Мы пошли на уступки с упаковкой. Мы нашли дешевые упаковочные материалы, чтобы можно было упаковать за рубль-полтора, чтобы букеты обошлись как можно дешевле. В тренде нынешнего сезона – крупнолистная гортензия. Размер одного цветка достигает до 30 сантиметров. Пышные шаровидные соцветия флористы дополняют веточками лимониума. Вишенка на турте – полупрозрачная бумага тишью. Легко подается нужной форме и придает объем. Как сделать так, чтобы цветы стояли намного дольше? Самое важное правило – цветы, прежде чем прийти домой, поставить их на воду, обязательно подрезать стебли. Например, у нас здесь гортензия. Гортензию очень важно подрезать под прямым углом. Желательно это, чтобы был секатор. Гортензию нужно расщепить и вставить на холодную воду. Если это розы или какой-то другой цветок, то подрезать под углом 45 градусов. Стоит также избавиться от листьев. Они не дают цветам достаточно насытиться влагой. Золотое правило флористов – чтобы букет не потерял форму, цветы собираются по спиралям. Все ножки поворачивают в одну сторону. При соблюдении всех технологий процесс занимает до 15 минут. Гвоздика очень стойкий цветок. Две недели они стоят очень спокойно. Светлые оттенки очень популярны. Белые, розовые, кофейные цвета. Они бывают очень красивые. Их очень много. Мы можем добавить открыточку к букету. Мы делали специальную коллекцию с нашими фотографиями, нашими букетами. И у нас будут шарики тоже к первому сентября. При выборе букета эксперты советуют учитывать возраст педагога. В подарок молодым учителям больше подойдут светлые и нежные цветы. Преподавателям постарше – более яркие и насыщенные оттенки. Ольга Ласенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Соберем портфель вместе. Сотрудники прокуратуры присоединились к республиканской благотворительной акции. Новенькие рюкзаки с твердым корпусом и ортопедической спинкой выручили двойняшкам из многодетной семьи. В этом году Варя и Катя Василенко идут в первый класс. Подарок также канцелярские наборы – от простых карандашей до пеналов. Мы благодарны, конечно, за подарки, потому что рюкзаки – это такая вещь, которая, как показывает практика, пригодится всегда. Как и тетради, всякие расходные материалы в виде пластилинов, карандашей – все это очень… Девчонки любят рисовать, все это расходится очень быстро. Многодетные всегда могут рассчитывать на помощь от государства. На подготовку детей к школе в этом году на каждого ребенка из большой семьи полагается почти по 110 рублей, независимо от дохода. Выплаты производятся по 15 сентября. Планируется, что деньги получат более 240 тысяч школьников из 115 семей. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»